В докладу Гюллера въезд он туда без понятных гарантий от команды Трампа, что это будет сделано. И даже без нормального канала связи с этой командой. То есть вся операция «Трамп наш» была в сущности авантюрой. Как говорят юристы, действия в чужом интересе без получения. Согласно докладу Гюллера, уже с декабря 2015-го, почти за год до выборов, начались попытки наладить неформальный, то есть тайный канал связи со штабом Трампа, чтобы договориться о координации. Путин предпринимал их вновь и вновь в параллельной кибервойне, которую вели тролли и хакеры Гюллера. Пока те скучали покладыши на компании, Так, остановка. А что это за значок у Владимира Владимировича? Кто-то может мне сказать? Это что такое? Связи со штабом Трампа, чтобы договориться о координации. Путин предпринимал их вновь и вновь в параллельной кибервойне, которую вели тролли и хакеры Гюллера. Пока те скучали по клавишам с компаниями, а мастеры разного вида и звания выходили на штаб Трампа, чтобы найти контакт. Гонцы, которых Путин засылал в Трампу, варьировались от кадровых чекистов до Алина Дерипасты. От людей из окружения младшей дочки Путина до братвы Брайтон-Вич. Мобилитовали всех. Берем всех к успеху был агент Дерипаста. Он был из-под рахами политтехнолога Пола Манапорта, главу штаба Трампа. Десять лет его окучивал, то ли 50, то ли 60 миллионов долларов потратил. Канал был почти готов, но тут ФБР помешало. Манапорта сняли, потом посадили. Вслед за Дерипастой угодить Путину пытался олигарх Авин, совладелец альфа-банком. Позднее Авин через своего адвоката дал письменные показания для властей США, как это было. В конеце 145-146 заклада Мюнгера. Судя по показаниям Авина, он встречается с Путиным примерно раз в три месяца. В ходе этих встреч он должен крайне внимательно наслушать шефа, улавливая малейшие пожелания с его страды. Иначе у него, у Авина, будет пробъем. В курсе 2016-й шеф-будно, что ищет выход на Трампа, но не может выйти. Авин влюбился там, через связи альфа-банка в Америке, вызвался, но правда сделать ничего не смог. В показаниях Авина, самое заметное, это характер его взаимоотношений с Путиным. Авин, это вообще-то человек с 5 миллиардов долларов в состоянии. Он поддерживал передачу власти Путина у Апельсона в 1999 году. Наконец, Авин, это подельник Путина по афере с сырьем в обмен на продовольствие. Вся бурная деятельность Путина в рамках этой аферы по выдаче лицензии на экспорт всяким левым фитерам был на самом деле согласован с Путиным в Америке с Путиным экономическим связям с правительством в Москве. А главой Крым России тогда был, как и догадались, Петр Олегович Авин. Ну вот теперь этот звук латышского стрелка-чекиста с 5 миллиардами долларов, который помогал ставить Путина у власти. В 1999 году он ползает перед этим Путиным на брюхи и шустерит в роли агента связняка. А то ведь и правда будут проблемы. Город остался без продовольствия, потому что в России будут подавлены частично. В 92-м году комиссия городского совета на депутат. Расскали, что-то было водить на стоять лекарточки на все охраны. Да, были лекарточки, а мы же вроде как не после войны были. Введение на лекарточек мы все-таки на какую-то время не знали ситуацию. Ну, я тебя уже слышал, но, конечно, столько гадостей. Там, я думаю, живота до сих пор. На лес, нефть, металлы, алибиней, хлопок, не помню еще на что. Я Бахтера. Какие плоты, где плоты, никто ничего не знает. Ну, я сделала запрос, Супчику получила ответ, который зачитали, нескоро получила ответ, и было создано рабочая группа под моим руководством для ослабления этого дела. Думала, были заключены, бог знает, с такими первыми. Фирмы были явно совершенно подставные, однодетки. Лицензии, лицензии выдавались нашим питерским, генградским тогда, еще, я думаю, по-шествиям. Комитетом по внешнеэкологическим сферам, то есть Путин. Подписывал их, или он сам, редко, или его заместитель Аникин, я не помню. Да, они не имели права выдавать эти три цели. Сеть и казино отелей обанкротилась вновь, теперь с долгами в 1,2 миллиарда. В итоге событий 2004-2009 Трамп утратил контроль над своими отелями и казино. Осталось только вывеска. Их владелец теперь миллиардер Карл Икон, финансист с Уолл-стрит. Кроме того, проблему в сети отеля и казино перекинулись и на чисто строительные виды на странах. Банки стали отказывать ему в кредите. Для постройки элитных башен нужны были кредиты. А кто же даст королю долгов, если он еще и король банкротов? Но тем не менее, Трамп где-то нашел деньги и продолжал строить свои башни и в двухтысячные. Мы рассчитываем на американские банки. Все необходимые финансирования мы получаем из России. Эрик Трамп, сын Трампа, из беседы с журналистом Джеймсом Тодсона в 2014. Что это были за таинственные русские деньги, которые спасли азартного игрока Трампа от краха? Следы этих денег ведут вот сюда. Веселый оверчик в Бруклине, который называется Брайтон-Бич. Связи Трампа с местной братвой из числа советских эмигрантов насчитывают более 30 лет, с начала 80-х. Именно эти ребята обеспечили ему то самое финансирование из России. Например, самый масштабный проект Трампа 2000-х – это башня Трамп-Соха в Нью-Йорке стоимостью полмиллиарда долларов. Деньги на нее дали вот эти два человека – Томир Сапир, Тимурас, ЛСП, Ашмели и Феррис Сатор, Феррис Шиперс. Строительство Трамп-Соха полностью оплатили фирмы Сапир Организейшн, Коммерсатив и Байер Групп Инвестфонд под управлением Сатором. Трамп получил 18% в проекте за использование своего имени и услуги по управлению, а настройку оплатили мутные инвесторы в Брайтон-Бич. Причем один из них, Сатор, не просто давал деньги, а даже числился у Трампа советником на общественных началах, то есть помогал ему управлять бизнесом. Знаменитая визитка Феликса Сатора образца 2010-го года – Феликс Сатор, старший советник Дональда Трампа. Да, с жениться мы можем, конечно, отработать и в жизни лавочников. Блядь, и восьмая часть уже. Происхождение денег у партнеров Трампа, Сатора и Сатора окутано тайной. Оба приехали в США в 70-е годы, оба сменили имена на элеганский лак. Оба в 90-е занимались всякими мутными делами. Сатор – нефтью, Сатор – оружием вместе с ГРУ. Или живыми аферами вместе с семьей Джиноветти. Оба в начале 2000-х чудесным образом оказались во главе коммерческих структур, где лежали миллиарды долларов неясного происхождения, предназначенные для вложения в американскую неближность. Структур больше похожих на общики, из которых средства пошли в том числе на проекты Трампа. Что это за люди, которые помогли Трампу материально? До распада СССР грузинский еврей Томир Сакир был лавочником на Брайтоне. Лежал в магазинчик с электроникой. В 90-е реестр стал торговать нефтепродуктами московского МПЗ. Он фактически контролировал этот завод, пока в конце 90-х его оттуда не выжили. Лужков и Кантан. Уйдя в Сен-МПЗ, он стал вступать в недвижимость. Да, потом Лужкова выжили. Он начинал разницу напряжения в сети в США и в России. Там 127 вольт, у нас 220. Советский чиновник, чекист. О чем он думал, попав в консульство СССР в Нью-Йорке или в советское предстоительство ООН. Правильно. Затарится барахлом, особенно электроники. А тут лавка, где продают вещи под нестандартное для Америки напряжение. В этой лавке еще в советской вине Асапир познакомился с массой интересных людей. От чекистов из загружения Шеварнадзе, министра иностранных дел при Горбачеве, до высоких чинов из нефтяной промышленности СССР. Сергей Грибков. В лавке 1882 года. Прекрасная картина 19 века. Ростовский областной музей изобразительных искусств. Замените хозяина лавки Натамира Сапира, Красную Девицу, на Непалая Ямаева, министра нефтехимической промышленности СССР в 85-89, и вы поймете, как Сапир сделал свой первый миллион. До 87-го в СССР была госмонополия внешней торговли. До 87-го министру в лавке Сапира делать было нечего, ну, ради что купить себе телевизоры и магнитолы. Однако в 87-м при Горбачеве были введены поставления в виде счастливой системы. Комсомополия, 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 Комсомополия. Являющих людей это групп Кланбэ. По зарезду нужны только последники на Западе, кто смог быстро найти покупателей на сырье, которое стоило копейки по советским внутренним ценам. Парой совершенно случайные, но предприимчивые люди, кто смог вовремя оказаться в нужном месте, но глазах делали состояние. Министр предложил кушевому лавочнику кишев найти покупателя на 50 тысяч тонн карбонита с одного из советских заводов. Сапир быстро смекнул и нашел. Утром, объяснимая, вам проснулись миллионеры. Сапир просидел на потоках московского неоскоперабатывающего завода до конца 90-х. Ушли его со скандаром. Сапир обвиняет в том, что он разграбил оборотные средства завода, окутал его кабальными сделками, долгами и прочее. Понятно, что сами эти лавочковцы в ней не сделали. Сделал деньги, когда был развал СССР. Правдами или неправдами украл, не украл, но он нажил денег и вложил в Нью-Йорк на недвижность. Когда он вместе с нами покупал здание за 300 миллионов долларов, вопрос, грязные деньги или нет. Но раньше было Рузенфе тоже делали деньги на опиумы в Китае. Феликс Сапир по своему компанию Томили Сапири из интервью журнала в Нью-Йорке. 6 октября 2018 года. Конечно, хорошо, что Феликс Сапир вспомнил, как Оран Гланго дедушка Франкина Рузвельта поставлял опиум в Китае в 19-м году. Но хотелось бы поподробнее про его друга Сапиро. Какой опиум и куда он поставлял? Откуда появились миллиарды долларов Сапир Организейшн в начале 2000-х? Вряд ли это деньги, только его, наворованные на МНПЗ. Тем более, он умер в возрасте 67 лет, унеся свои тайны в могилу. А его бизнес в поддержании общака перешел к стыду. Ну, тоже убрали, значит. Понятно. Наш мальчик может стать президентом. Ага. Понятно. Это уже человек из чистой бандитской среды. Я помогал там в 74-м восьмилетнем возрасте. Его отец уголовный реку, папа пошел работать по специальности. Орекет. Примухнул к бригаде легендарного Евсея Огрона. Евсея Огрон был в законе Евсея Янеградский, основатель фрайденской мафии. Прибыл в США в 1976 году. Начинал с Рекета, потом героин, потом бензин. Один из соратников Евсея, Давид Богатин, в начале 80-х придумал схему по уклонению от американских акцизов на топливо с помощью фирм-однодневок, которые они регистрировали на иммигрантов. Бизнес оказался настолько прибыльным, что вскоре стал приносить в Братле сотни миллионов долларов. Правда, приходилось делиться. ОПГ Евсея смогла работать в Америке только потому, что пристроилась младшим партнером Коза Ноской. Весь бензиновый и героиновый бизнес Евсея был отложен налогом в пользу итальянцев. Нью-Йорк, Брайтон-Бич, ночной клуб «Эль-Кариба». Здесь штаб-квартира бригады Евсея. В этом клубе регулярно тусил сам Евсея и его соратники Небиба, Борис Найфельд, Фима, Фима Шустерман, Чурепица, отец Сатаран и другие бандиты. Владельцем клуба был Мортон Левин, нью-йоркский еврей, в основной профессии доктор, перебравшийся на милку из Польши после Холокоста. В основной работе доктор Левин был хорошо знаком с Коза Ноской, много лет лечил представителей семьи Учеза. Именно Случеза состоял в особо близких отношениях вор Евсей. Когда его убили в разборках в 85-м, это сделали бандиты из конкурирующей бригады Бориса Гольдберга, Лучеза отомстил за своего подопечного. Исполнитель убийства Евсея, бандит Вадимир Резников, Вадик Резников, был расстрелян итальянцами с 32 дня, там же на Брайтоне. Ну а пока Евсей был жив, гулял с братвой Бэль Кариги. За взрослым тянулось молодое поколение. Владелец клуба, семейный доктор семьи, Лучезя Мортон Левин, не имел своих детей. У него был любимый племянник, который был ему как сын. Племянник-подросток тоже приходил в клуб, смотрел на тусовки. Братвой дружил с детьми брайтонских авторитетов. Дети образовали свою тусовку параливно-зрослых. Лучшим другом племянника на районе стал уже знакомый нам Феликс Саттер, сын Члепитца. А лучшей подругой, впоследствии с женой, Лора Шустерман, дочка авторитеты Филы Шустерман. Ну а звали племянника Майкл Коэн. Это личный юрист и решальщик Трампа, который работал у него 2006-го. На работу к Трампу его устроил тесть, уголовный авторитет Фима Шустерман. Криминальные доходы мало получить, надо отмыть и спрятать. Брайтонские бандиты, Дарит Богатин, Фима Шустерман, регулярно брали у Трампа оптом элитные квартиры для вложения средств в ЧК. Ну а тут еще и взять молодой адвокат в ЧОП не помочь с работой. Так в близком окружении Трампа появился Решалот Брайтон-Бич с прямым выходом на милхушку русской мафии в Америке. Но это еще не все. На риту с Коэном в окружении Трампа вошел его друг дедка Феликс Татар, Шахеровский. Причем, если Коэном Трампа привел Фима, то Сатар с ним еще раньше, каким-то другим каналом. На самом случае, сам Сатар датировал свое знакомство с Трампом в 1996 году. В этом он снял офис с Дашей Трампом в Нью-Йорке и по случаю подружился с хозяином «Да». Ак 1 или нет проверить сложно, но факт остается фактом. В 2000-х в окружение Трампа вошли люди из Брайтонской мафиозной тусовки. Одни в качестве ключевых инвесторов Сатар Сапир, другой как решальщик, исполнитель деликатных поручений. Знаменитое письмо Сатара Коэна по электронной почте от 3 ноября 2015 года, которое обошло все американские СМИ. «Дружище, наш мальчик может стать президентом, и мы можем устроить это. Я подтяну всю путинскую команду под это дело, и мы будем управлять процессом». Мальчик, конечно, храл президентом. Но откуда у Сатара, сына, авторитета черепицы в Брайтон-Бич, какие-то связи в Крюбе? Да, кстати, откуда? Подтянет всю путинскую команду, да? Давайте узнаем. Черепица-младший. А что-то Черепица знакомая. Министр, который... Брага Евсея распалась к началу 90-х. Евсея убили, его преемник Марат Балагула в 89-м сел в тюрьму надолго, благодаря усилиям ФБР. Новый босс, Борис Найфельд, Бибер, под нажимом ФБР бежал в Европу, в Эмперпен, откуда рулил поставками наркоты в США, но потом тоже был выдан ФБР и отправился на нары. Остатки бригады Евсея, кого не убили, не посадили, пристроились кто куда. Многие примкнули к восходящей звезде мировой преступности 90-х Семену Могилевичу по кличке Сева. Это один из основателей Солнцевской ОПГ в Москве. У Солнцевских Сева отвечал за международные связи, создав свою преступную сеть, которую ФБР называла ОСМ, организация Семена Могилевича. СМО, в англоязычном варианте. ОСМ орудовало в Европе и Америке, являлось своего рода международным филиалом Солнцевской группировки. А главным занятием организации Могилевича была торговля оружием, которого остались горы после СССР. Ориентировка на Могилевича на сайте ФБР начала 2000-х входит в топ-10 наиболее разыскиваемых лиц. На самом деле Сева уже 20 лет вполне открыто живет в Москве под крылом у Путина. Очень многие брайтонские бандиты и жулики 90-х годов пришли к Могилевичу, став по сути брайтонское солнце с кобратвой. И по случаю оказалось, что папа Феликса Саттера, Михаил Шафировский, это старый знакомый Севу еще с советских времен. Эти связи черепицы старшего на самом верху российской порты преступности немало помогли его сыну Феликсу. В 91-м году, когда распался СССР и начался расцвет солнцевской и прочей братвы в России, Феликсу Саттеру было 25 лет. В 90-е он сначала отсидел срок за хулиганку, изродного человека в пьяной драке, ударив в лицо звездочкой, битой бутылкой. Потом братва купила ему брокерскую фирму на бирже в Нью-Йорке. Там Саттер проворачивал аферы в интересах русской и итальянской мафии, семье Джина Везина. По-английски это называется схемой pump and dump, надуй и слей. Брокерская фирма Саттера скупала вбросовые акции, искусственно сдувала цены на них и впаривала в охрань. После чего курс падал, а деньги перемещались в карманы мафии. На биржевых аферах в 93-м, 96-м году Саттер заработал первые большие деньги, около 40 миллионов долларов, по данным ФБР. А в 97-м его биография сделала еще один зигзак. Саттер занес от огонь и оружия. Некие влиятельные люди в Москве открыли ему все двери к российским арсеналам. Вдруг Саттера, Сальваторе, Лаулия, они вместе работали на бирже, а потом по оружейным сделкам. Описывалось бизнес так. Мы контактировали с разными странами и криминальными организациями, предлагая им все. От ракет до автоматов и миллионов единиц переприпасов. Мы превратились в парней, которые продавали корабли с оружием арабам и всяким мусульманам, в Рак, Ливию, странам-врагам Америки. Двойной агент. Вот это вот, наверное, самое интересное. Двойной агент. В Москве у Саттера был партнер, ископоставленный офицер ГРУ, который помогал американцам открывать двери в нужный кабинет. Саттера потом не раз пытались журналисты про его наскорки дела генератора. Он категорически отрекал, что вошел в бизнес по торговле оружием благодаря связям своего папы с Могилевичем и Солнцеской ПГ. Мэл просто приехал в Москву и познакомился в кабаке с генералом ГРУ. Выпили, закусили, и генерал начал продавать Саттеру оружие. Генерал ГРУ звали Шмыков Евгений Павлович. Большой специалист в Афганистану и Ближнему Востоку. Афганистан, 98-й год, Шмыков и известный полевой командир Ахмат Шахмасул. Именно генерал Шмыков стал партнером Саттера в торговле оружием. Сколько генерал Шмыков до сих пор жив, живет в России и при погонах, то, как вы понимаете, все, что он продавал Саттеру в 90-е, он делал с санкцией уководства. Но это еще не все. Ведя бизнес со Шмыковой, Саттер одновременно стал сотрудничать с РУМО, разведывательное управление Минобороны США. Это военная разведка США, контора аналогичной ГРУ. Сам Саттер утверждал, что мотивом были его патриотические убеждения, как гражданина США. Но, скорее всего, причины были прозаичны. В 97-98-м ТВР активно взялось за его старые дела, и все окончили, и выбран Саттер был врагат. Вскучили, не сябишь. В Москве куратором Саттера американских спецслужб стал вот этот человек, Нилтон Блэйн. Официальный бизнесмен, торговец оружия, а по совместительству — агент РУМО. Первым заданием для Саттера он поставил купить у русских образцы или хотя бы документацию к ракете Х-31 для подавления радара. Заказ был от компании Boeing, производившим аналогичные изделия. Также Boeing был готов платить за любую интересную информацию, которую Саттер мог узнать у Шмыкова. Что касается ГРУ, там были явно вполне в курсе работы Саттера на две стороны, и использовали шустрого брайденского мигранта как канал связи в коммерческих целях. Вскоре генерал Шмыков начал продавать Саттеру не только партии оружия, но и информацию, интересную для США. Например, о лагерях исламистов в Афганистане, по которым затем наносили удары американские ВВС. Доходило до курьезов. Однажды Шмыков сообщил Саттеру, что ГРУ знает местонахождение Бен Ладен в Афганистане и готова выслать отряд из 50 наемников, чтобы замочить врага Америки Бан-1. Цена вопроса — миллион долларов. Каждому. Сделка не состоялась, так как американцы были готовы дать только 5 миллионов, а не 50. Прикол. Фонд общак. Фонд Байер, куда неизвестные вкладчики из бывшего СССР заводят 2,5 миллиарда долларов на покупку недвижимости в США. В качестве управляющего этим правительственным фондом, Саттер, по его словам, принял участие в строительстве минимум 5 башен Трампа в равных местах. Еще этого они собрались построить в Москве. Саттер активно проталкивал этот проект в конце 2015-го, когда Трамп уже был кандидатом в президенты. В Москве проект лобировал Шмыков. А заодно это был повод наладить канал связи, который так искали в КНГ. В какой-то момент Саттер на той стороне океана почти согласовал поездку Трампа в Москву по поводу башен. Он получил копии паспортов Трампа и Майкла Коэна для получения виз. Страница 76, доклада Миллера. Приглашение на визу должен был дать банк ВТБ. Но Трамп в последний момент отменив визит. Шла предвыборная кампания, ему было не до башен в Москве. Самым интересным вопросом в этой истории является, безусловно, происхождение денег, которые Саттер подгонял Трампу в его проекты в течение многих лет. Откуда эти миллиарды? Я никогда до конца не понимал, кто же хозяин Байрек. Дональд Трамп из показаний на суде в 2011. Что, впрочем, не мешало ему брать их деньги. Высший финансовый директор Байрека, американец Джоди Крисц в 2010-2018 годах, судился со своим высшим работодателем по поводу невыплаченной гонорары. На суде он заявлял, что Байрек это был просто общак русской мафии под управлением Саттера. Из этого общака и была профинансирована башня Трамп Сохов в 2006-2008 годах. Кроме того, как утверждал Джоди Крис, часть денег в мафиозном фонде общакия Байрека принадлежала Путину и его окружению. Путинские деньги заводили Байрек аккуратно, окольным путем, через банки маленькой северной страны Исландии. Об этом же, кстати, говорил когда-то Березовский. В 2009 году в интервью английскому каналу Sky TV Березовский заявлял, если вы хотите посмотреть, где Путин и его дружки отмывают деньги, лучший пример это Исландия. Угу, тут прикрою. Сум Джоди Крис с Байреком кончился мировым соглашением в 18. Стороны решили не развивать глубже тему мафиозных денег в проектах Трампа. Джоди Крис, финансовый дектор мафиозного фонда Байрек. Вот я уже в Исландии-то и смотрел. Интересно. Братки и Чепельки. ФСБ большой помпой осуществило разгром Таганской ОПГ в Москве. Информацию передали СМИ со всеми подробностями, чтобы создать побольше шума. Таганская ОПГ это банда, которая насчитывала более ста человек и успешно работала все годы правления Путина. Занимались они в основном убийствами и входили в клан Таро, в вор в законе Тарьел Амиаги. Таганский убили Япончика, у него казначея Шабтая Талмановича, убили деда Хасана и многих других. Главарем банды был бандит Игорь Жирноклеев по кличке Жирный. За финансово-экономическую часть отвечал бандит Григорий Рябинович по кличке Гриша Таганский. Так вот главарь банды Жирный оказался подполковником ГРУ. А свой арсенал Таганской ОПГ хранила на территории Центра спецназначения ГРУ в Кубинке. Он же Кубинка-2 или просто Куба. О себе Жирный так и говорил предназначенным «Я бандит в погонах». Понятно, что внезапное изглачение Таганской ОПГ пригрыло это часть межплановой свады в путинских спецслужбах, которая ведет еще с 2015-го дело полковника Захарченко. Сдают ребята друг друга вместе с потрохами и с общаками. Ну и пусть сдают. Кормовая база сужается, а у них там общаки на уровне начальников отделов, у кого 8 миллиардов полковник Захарченко, у кого 12 полковник Черкани. Но я сейчас не об этом. Я вообще о модели функционирования российской оргпреступности. Это просто какой-то позор. Есть такой брайтонский авторитет Леонид Ройтон, Леонид Глингер. В 90-е член бригады киллеров, которая работала на могиле Часонцевского ОПГ. Действовала эта бригада на территории трех стран США, России и Украины. Наши киллеры ездили на тренировки к скотчу при ФСБ. Спортивные игроковки специальные, где они проходили рукопашный бой, минирование, их тренировали, как расчинять человека, как сжигать человека, как закапывать его правильно. Из интервью Ройтмана изданию «Анди Инсайдер» март 2019-го. Слава Ройтмана, при Ельцине Солнцевске платили Ковалеву, директору ФСБ, 96-98-го года, а при Путине Патрушеву глубокая реформа. Игра Патрушев, иперский чекист, куратор спецслужбы Путина, задержатель лихорщикам, обогатил русский язык выражением «рязанский сахар», утверждал, что гексоген в жилой дом в Рязани в сентябре 99-го заложили в порядке учения ФСБ, и вообще там был сахар. Ну и что, не совсем все это сработали, это было учение, там был сахар. Автор идеи о том, что сотрудники ФСБ в имен Путина это новые дворяне. 3-й ноября 2005-го решение великих фигиней Марии Ломаровой Патрушев и все его потомство объявлены потомственными дворянами князья лубянские гексогеновые. Авторитет Скотч Солнцевской ОПГ Заслуженный тренер по самбо и дзюдрон Миллиардер из глав Госдумы Владелец вместе с Усмановым богат в Курской магнитной аномалии лудников и комбинатов Курска и Белгорода Специалист, как правильно сжигать и расчленять задолженности по взносам вообще от не имеет. Авторитет Лены Клинный Начинал к лидерам работал на Солнцевских Скотч, Магиревич в настоящее время после оксидки в американской тюрьме отошел от активного бандитизма. Периодически в этом тревюме журналистам Глэя опускается воспоминание о их их 90-х. Кто кого крышевал, заказывал и трупы на фарш в рыбную цеху пускал. И как их этому ФСБ обучало? Простому человеку он даже в страшном сне не представляет, что происходит на самом деле. От тех вещах, о которых я рассказывал в первой тюрьме. На самом деле существует... Я об этом первый раз сильно расстанавливал. Некая, как бы ее назвать, транснациональная преступная группировка. То есть, которая над океаном, я так сказать, да? Да. В которую я входил тогда. Она существует с начала 90-х годов. Она настолько мощная и единственная безруска и дичи. Никакие воры в законе даже близко рядом не остались этой группировки. В 2000-х лидерной этой группировки пошли в государство и в бюджет. Можно сказать, что там один лидер на этой группировке. Раз можно сказать, что один лидер, как его зовут? Нет, я не буду называть имени. Скажи, почему не будешь называть имени? Боюсь. Серьезно? Нет. Даже здесь что-то даже где-то там. По другому праву там, по другому, по другому, по другому, по другому, по другому. Даже кирилл поют уже. Ты считаешь, что этот человек мог быть не заинтересован в том, чтобы на первом канале российском телевидении на РНК показали поют с тобой? А это не поют? Нет, там человек ходит в близкое кружение откуда-то на его саду. Так, не знаю. Клуб поиска у вас любит жутеремен Сузицы, где можно поискать, кто уважает Владимира Путина. Я думаю, что на экране он особенно рядом с ним не показывается. Нет. Нет, да, окей. Ну хорошо, в интернете посмотрело минимум полмиллиона человек. Мы давно-то перестали считать в разных местах. Какой же смысл замалчивать? Или ты считаешь, что они достаточно умные люди, что понимают, что вчерашние новости уже завтра никого не интересуют? Нет, это я думаю, не боя. Что я начну говорить про то, что я сейчас начал говорить. Но ты ведь начал? Начал. Ты можешь сказать, что у нас должна быть еще одна передача, когда ты задаешь этому человеку? Мы исключаем такого варианта. А если я догадаюсь, ты скажешь, что я угадал? Ты не догадаешься. Ну а если? Попробуй. Внутри человека надаву тебе, но я поработаю на лице. Хорошо. Серьезно? Ты скажешь, да или нет? Да. Окей. Ладно. Как будто этой группировки. В нее входите Семен Владимирович. И именно Семен Владимирович в этой группировке отвечал за Украину. У них пересеклись отношения тогда с Багазаном. Они любили первое влияние. После того, как был в детали грех, после того, как был бесщербан даже турки. После всех этих пришло время, когда они начали делить первое влияние между собой. За контроль над Украиной. Ну, по твоим ощущениям, та трансатлантическая или трансокеанская группировка, которую ты не назвал, не сказал Солнцевская, Ореховская. Ты этих слов не произнес? Нет, не произнес. Они являются частью другой структуры, потому что действующие лица, актеры, могут участвовать в разных спектаклях. Я обсуждал так, что это уже Домовик, Солнцевская, преступная группа. Он перерос в Ореховской. Но, основной на Солнцевской. Помимо них, в России есть еще вторая крупнейшая ОПГ из Малинска. На них писал еще покойный Витвиненко. В Зеленском служил в Урпоре ФСБ, Управление по разработке лидеров преступных объединений. Витвиненко в Красках вспоминал, как их управление крышевало измайловского ОПГ, а также банды узбеков, поставщиков героина в России. Они до такой степени срослись, что выезжали на стрелки вместе, совместно организовывали убийства, генералы вкладывали личные деньги в партии героин. О том же говорил Джавол Хайдаров, бизнесмен и бывший член измайловского ОПГ, державший в Урпор, в Урпор, измайловского ОПГ, державшего в Урпор, генералы и полковники приезжали в штаб-квартиру бандитов на Плющахе, где планировали преступления и рыдарские захваты. В сходках участвовали бывшие члены ФСБ и МВД, уголовники, Аталия Дерипаска, чей офис был в том же особняке этажом выше. При Путине ничего принципиально не изменилось, измайловского ОПГ, при нем крышу будет ГРУ, ВИЦСН и ФСБ, ФНАСС ФСБ базируется в Балашихе. Глубокая реформа. Москва, 22 октября 2008-го. Концепт в Кремле служит России. Спонсор измайловское ОПГ, фонд Анастасиус. Слева направо Юрий Гаранин, один из лигеров измайловского ОПГ, генерал Владимир Подольский, командир спецназа в Индю, ЦСН и ФСБ, генерал Дмитрий Черепанов, командир спецназа Витя-Симбаде, для Владимира Штаненко, спецназ в СИН-ФЛАДЖОЙ. Надо ли уделяться, что в таком государстве новых дворян, то есть чекистов и уголовников, и внешняя политика ведется соответствующим силами Саторов, Шмыковых, Дельбасок и других героев подборации Трамп-наш. Каков поп, каков и переход. Да, нормально, кинул. А как вам, дегатель? Я просто сам только догадываюсь, что там столько подтверждений прямо они не заканчиваются. Welcome in Russia. Вот еще может вот это, что кто посудит.